Девушки отдыхают Я не буду представлять Почему вы боитесь? Все, выходите, выходите, Елена, выходите Нам Сергей Юрьевич сказал, чтобы не... Сергей Юрьевич, это кто такой? Это директор Директор чего? Объекта этого Какого объекта? Что за объект? Пусть приезжает сюда Молодой человек, не снимай, сейчас камеру поломаю Мы все будем снимать Вот как выглядит благоустройство по Ступинске Посмотрите, как чудесно местное казенное учреждение занимается благоустройством Ступинского городского округа Вот эти вот огромные кучи мусора, за моей спиной, выше человеческого роста А по всей территории разбросано еще огромное количество мусора Это и битое стекло, и асфальт, и бетон, и строительные отходы, и древесный хлам Всем этим завалена огромная территория размером 20 гектар Вот как наши чиновники заботятся о родной экологии и охране природы Сегодня мы в рамках проекта Экорет фиксируем многочисленные нарушения Целая комба экологических нарушений прямо на одной площадке Смотрите в нашем расследовании В конце августа был огромный пожар Жители вызывали неоднократно пожарную службу, которая приезжала и просто наблюдала за тем, как все это когда-нибудь сгорит Не предпринимая при этом никаких действий и мероприятий Как это сюда попадает? Почему это все здесь лежит? Кто разрешает здесь хранить строя отходы? Тем более, что все это находится прямо под открытым небом, на свежем воздухе, под проливным дождем, под ветром Все это расползается и отравляет почву на расстоянии нескольких километров вокруг Все это было, есть, будет, если это когда-нибудь не остановить Как это остановить? Ну, только, наверное, с привлечением общественного внимания Жителям, они уже просто устали, они уже не знают, к кому обращаться Потому что результат всегда практически нулевой Ну вот, пожалуйста, все, прячут Да, все по помещениям Причем здесь, да, опять очередная какая-то стройка смешанная с бытовухой В общем, все на свете Вот, все укрыто, да, вот так, типа, думаешь Потому что никто не заметит, не увидит, видите, как они вот все прям так палетами Какими? Накрывают этими самыми, да Что-то красное там Ну, это опять какая-то химия Ну, по-любому Вот чем дольше мы здесь ходим, я вам хочу сказать, тем больше у нас возникает подозрение, что все это оказалось здесь не случайно И очень может быть, что даже это все не со свалок А это сюда приносилось теми, кто любит обносить вот дачные домики СНТ Потому что тот характер отходов, который здесь находится Там старая брошенная бытовая техника Какие-то вещи бытового характера Что самое интересное, есть даже автомобильные номера, да Которые очень, может быть, сняли с какой-то машины Которую разобрали в гараже А скинули по привычке вот в этот ангар Ну и, конечно же, какой же подобный объект обходится без ночлежки для бездомных Вот так вот, в таком виде она здесь аккуратно собрана Здесь мы сегодня не нашли никаких обитателей Но очень возможно, что скоро, как только наступит холода, они здесь появятся Причем обогреваются эти бездомные, скорее всего, разводя огонь прямо здесь Из вот этих вот остатков подходов, которые складируются И не исключено, что в поджигание попадает и старый утеплитель, и какие-то химокодексы Все это выделяется в атмосферу и отравляет жизнь не только обитателей этой ночлежки, но и местных жителей Вот это, вы понимаете, сколько стоит это все утилизировать? Это стоит огромных денег По факту утилизацией не занимается никто Прокатитесь по всей территории Вот это вы увидите практически на всех 20 гектарах То есть, по факту, муниципальное предприятие сделало здесь свалку Реагировать они не хотят На нас там, ну, кидались, прям не пускали Ну, мы здесь находимся на основании федерального законодательства В ходе нашего рейда мы обнаружили еще одну удивительную находку А именно целый ангар, набитый деньгами Вот только деньги эти, изрезанные, вышедшие из употребления И их здесь такое количество, что они буквально высыпаются через открытые двери А между тем, утилизация денег – это очень сложный и дорогостоящий процесс Которым занимаются специализированные организации Ты как эти деньги оказались здесь? Кто дал право их утилизировать? А самое главное, почему они хранятся здесь? И сколько они здесь лежат? И как долго они еще будут здесь находиться? Так много вопросов и так мало ответов Когда-то нужно вот этому всему положить какую-то конец и поставить жирную точку Но на этом время удивительных находок не закончилось Здесь же, в городском округе Ступино, неподалеку, прямо в чистом поле Мы обнаружили еще одну огромную стихийную свалку Прямо под окнами у людей, посреди чистого поля И в непосредственной близости от храма навалены груды мусора Здесь опять же бытовой мусор, строительный мусор, какая-то старая мебель В общем, все, что можно было собрать со всей округи Сгрузили грузовиками прямо сюда Навалы выше человеческого роста в несколько раз И завозили это явно не одним днем, и не за одну уходку И все это было на глазах у людей Кто осмелился совершить такой поступок? У кого хватило наглости так грубо нарушать природоохранное законодательство? Только благодаря бдительности местных жителей На этой дороге установлены бетонные блоки И то это все равно не мешает вот этим грузовикам-мусоровозам Заезжать на улицу, видеть там дежурищие местных жителей Видеть эти бетонные блоки, разворачиваться И увозить этот мусор куда-то в другую сторону И самый главный вопрос Куда он сейчас складируется? Ведь эти нарушители просто так не остановятся И очень может быть, что сейчас где-то образуются очередные навалы Вот это вот мусор где-то в очередном поле Будем разбираться в этой ситуации до конца Это безобразие необходимо прекращать раз и навсегда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok